Она всегда оставалась женщиной, желающей быть любимой и нужной. Ею восхищались, ее боялись, и еще при жизни ее имя стало легендарным. Но никому не нужное, никем не любимое. Возможно, это был один из самых страшных приговоров для женщины, которые рукоплескали тысячи и преклонялись миллионы. Дочь греческих эмигрантов. В детстве Мария была толстой, некрасивой и нелюбимой дочерью. Поблизорукости носила некрасивые очки, делавшие ее настоящей уродиной. Зато у нее вдруг нежданно появился настоящий талант. Восемь лет она села за фортепиано и сразу стало понятно – она рождена, чтобы быть связанной с музыкой. В 10 лет спела свои первые арии из оперы «Кармен». Она принимала участие в радиоконкурсах и детских шоу. В 1936 мать везет дочерей в Грецию. 13 лет – Афинская консерватория. Лучшая консерватория Греции – Одуон Афинеон. В 1940 году дебют «Каллас» на сцене финской национальной оперы. Шла Вторая мировая война. В 1941-м Афины были оккупированы фашистами. Мария, выступавшая на оперной сцене, могла кое-как содержать сестру и мать. В 1942-м «Каллас» впервые выступила с главной партией в опере Пучини «Тоска». Высокая, толстая, в плохо сидящем театральном костюме. Она вышла на сцену под смешки публики. Но в конце спектакля она покорила всех. После «Триумфа Тоски» она пела на лучших оперных сценах Греции, неустанно расширяя свой репертуар. Италия. Встреча с промышленником Джованни Менигинни, который стал сначала ее другом и поклонником, а вскоре мужем, менеджером и продюсером. Он был вдвое старше ее и страстно любил оперу вместе с ней и Марию. В 1949-м Мария «Каллас» расписалась веронским миллионером. Несмотря на многочисленные публичные признания «Каллас» в любви к супругу, она вряд ли по-настоящему его любила. В 50-м о ней говорил уже весь мир. В 51-м к ногам «Каллас» пал неприступный ласкало. Она выступает в лондонской королевской опере. Публика и критика в восторге, но какой-то извительный журналист прошелся по внешности Примадонны, мол, толста, как бочка, и ноги, как у слона. Похудеть во что бы то ни стало. Через год Мария похудела почти вдвое, и к ее фантастически прекрасному голосу и редчайшему для оперной певицы драматическому таланту прибавилась неотразимая внешность, стройная, с огромными прекрасными глазами. Теперь она могла позволить себе любую партию, включая Чея-Чиасан. Она создала совершенно новую Виолетту в Травиате, заставляя зрителей плакать над судьбой несчастной камелии. А в 53-м году на сцене ласкало впервые прозвучало ее Медея. Она не раз говорила «Я помешана на совершенстве». Работала как одержимая, совершенствуя свое исполнение, доводя себя до нервного и физического истощения. Это порой вело к срывам контрактов, к скандалам и слухам о ее невыносимом характере. В жизни она была чутким, внимательным, иронимым человеком, прекрасным партнером, неутомимой труженицей. Но газеты представляли ее агрессивной, нездержанной, капризной и ревнивой Примадонной. Ей не хватало любви, о которой она пела в операх. Греческий миллионер Аристотель Анасис, казалось, они нашли друг друга. Ступив на палубу яхты Кристина, Мария сделала шаг в новую эпоху своей жизни. Он, казалось, был готов положить к ногам Марии весь мир. Я слишком долго жила с человеком, намного старше меня. Мне даже стало казаться, что я старею раньше времени. Моя жизнь проходила словно в клетке, и только когда я впервые познакомилась с Арисой, его друзьями, я стала совершенно другой. Работа отошла на второй план. Всю себя она посвятила любви. Он стал ее первой любовью, настолько же сильной, насколько и запоздалой. Беременность. Вердикт Анасиса. Аборт. Вторая беременность. Ей было уже 43, и это была ее последняя надежда стать матерью. Рождение мертвого ребенка. Это стоило Марии, ее главного капитала, голоса. Но, несмотря на все ожидания, брак так и не состоялся. Ни в 60-м году, ни после. В 69-м году Анасис женился на Жаклин Кеннеди. В жизни Марии начался самый трагический этап. Потеря голоса и двух детей, потеря любимого мужчины. Все это привело к глубочайшей депрессии. Она всерьез думала о самоубийстве. Сначала я потеряла вес, потом я потеряла голос, а теперь я потеряла Анасиса. Смерть Анасиса в марте 75-го года ничего не изменила в жизни Марии. Она давно уже одна, никому не нужная, никем не любимая. Жизнь перестала иметь всякий смысл. В сентябре 77-го года Мария была найдена мертвой в своей квартире. Прах Марии Калас развеян над Эгейским морем. Ты не верил, что я могу умереть от любви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok